Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. Это 125-й выпуск австрийского обозрения, и сегодня у нас 6 июня 2023 года. Снова, так сказать, повторяю вам свое обращение, которое вы услышали в предыдущем видео, в очередном нашем интервью с нашими американскими друзьями, с Джоей Светланой, о том, что у нас наступает сезон заезда иностранных фермеров буквально уже в конце июня, и обращаюсь ко всем, так сказать, заинтересованным лицам, ко всем тем, кто волнуется о восстановлении русской деревни, чтобы первая наша американская семья, которая наконец-то приедет посмотреть на просторы центральной России, особенно северной ее части, где очень много заброшенных деревень, они хотят выращивать скот крупный рогатый, чтобы со мной вступили в контакт люди, особенно муниципальные региональные власти, которые заинтересованы, чтобы у них появились вот такие вот инвесторы и переселенцы, которые уважают Россию, с уважением относятся к русским, к их культуре, не ведут себя как оккупанты, а хотят, чтобы, так сказать, русская деревня снова зажила, и чтобы российское сельское хозяйство процветало. Контакты у нас в описании, друзья мои. И возвращаясь к основной теме нашего выпуска, поговорим сегодня о том, что происходит с ценой на золото, какие перспективы есть, есть три взгляда на эту проблему под разными углами, с точки зрения технического и фундаментального анализа, и также немножечко изменим формат, мы все время говорим о крахе проклятого Запада, но я также неустанно подчеркиваю, что это не просто крах Запада, а крах всего современного финансового мира. У нас здесь как раз сегодня примеры не из какой-нибудь там Италии, или из загнивающей Америки, а из таких прогрессивных стран, как Индия, Китай и Нигерия. Но они, как вы уже, наверное, догадались, движутся в том же направлении, что и весь развитый мир. То есть сядем усе, как сказал герой одной советской кинокомедии. Но первая новость у нас из Нигерии, в этой замечательной африканской стране, в нищей африканской стране, власти вводят с силой так называемую Инойру, цифровую валюту центральных банков. Для чего они это делают? Непонятно, точнее, понятно, чтобы обрести какой-то эфемерный контроль над жизнями своих граждан. Экономика, естественно, рушится, люди протестуют, но они все равно продолжают упорствовать в своем государственном идиотизме, потому что так делают все, потому что так правильно, потому что все должно быть электронное и сиять разноцветными огоньками. И по сведениям Блумберг, 90% страны ранее использовали для оплаты товаров наличные, теперь они пользуются и найрами. Ну, я не думаю, что это очень долго все продлится, но тем не менее, пожалуйста. Ну, и, конечно же, Индия, крупнейшая в мире демократия, также не отстает от идиотской войны с наличными, тоже старается идти в ногу со временем. Вот в конце 16-го года они уже проводили отмену наличных, и вот сейчас они делают это опять. Индия – это зрелая демократия, а в демократиях, как известно, политики покупают голоса. Делают это они с помощью самых конфискованных банкнот. 19 мая Индия объявила об еще одной волне и монетизации наличных. Банкнот 2000 индийских рупий. Это крупнейшая индийская банкнота, около 25 долларов. Это безумная компания, которая подрывает экономику страны. Она ведется, конечно же, с типичным для демократических политиков двуличием. То есть, с одной стороны, они говорят, что эта банкнота остается законным средством платежа, с другой, говорят, что 30 сентября спущего года их все нужно сдать в банк. Ну и, соответственно, правящая индийская партия будет использовать эти банкноты для покупки голосов избирателей. Ну и в Поднебесной тоже все замечательно. То есть, и в демократической Индии, и в коммунистическом Китае все очень похоже. На самом-то деле, все везде очень похоже. И в Америке, и в Японии, и в Китае, и в Италии, и в Индии, и в Нигерии мир движется стремительными шагами к раху. И, как известно, крупнейший, наверное, в мире класс активов – это китайское жилье. И китайское правительство борется, отчаянно борется за то, чтобы энтузиазм покупателей этого жилья не утихал, чтобы этот рынок окончательно не рухнул. Продажи вторички в крупнейших городах Китая падают, посмотрите, на 37%, в Пекине, в Шанхай на 26%. Снижать цены на жилье застройщики тоже не могут по-настоящему, потому что снижение цен вызовет цепную реакцию, из-за чего мгновенно лопнет пузырь на рынке недвижимости Китая. Это вызовет серию экономических кризисов, с которыми КПК будет трудно справиться. В общем, если хотите посмотреть на ситуацию более подробно, в описании у нас ссылочка на этот материал тоже есть. И представляем вашему вниманию несколько интересных, с моей точки зрения, технических графиков от Голдфингера, который показал свою объективность и способность прогнозировать цену на золото. Может быть, помните, я упоминал, что в середине ноября он говорил о том, что после того, как цена на золото пройдет уровень 1738 долларов, по-моему, она уже вниз не опустится, но, в общем-то, пока с тех пор она вниз не опускалась, росла. Вот он указывает на то, что вот эта фигура, тройной топ, вполне может говорить о том, что, возможно, бычий рынок золота снова окончился. Или он даже не начинался. Он также поясняет, что бычий рынок окончится только в том случае, если, по его мнению, падение цены на золото будет настолько серьезным, что она пробьет минимум 2022 года в 1625 долларов. Если этого не произойдет, то эта фигура будет выглядеть как очень такой, очень бычая фигура продолжения. Еще один дедушка из сферы драгоценных металлов, Боб Хой, указывает на схожесть этой вот консолидации золоте, которую мы сейчас переживаем, с тем, что происходило в нем в 78-79 году перед мощным скачком и в 8-9 году. То есть, вот похожие фигуры и опять же ссылочки на эти материалы размещаю в описании на Голден Фронте и в описании на Ютубе. То есть, он прогнозирует мощный период роста. И еще один технический аналитик Рой Берн, которого мы постоянно публикуем, говорит, что да, текущая коррекция золота, она продлится скорее всего до начала рецессии, экономического спада в экономике США и затем желтый металл должен оторваться от земли, потому что пока отметочку в 2100 долларов он не пробил, но надежда на все это очень большая. Ну, будем смотреть. Вот он не впервые говорит о том, что золото должно прорваться после начала рецессии. Так очень часто происходит. у нас есть ссылочка на его материал от февраля. собственно говоря, он говорит здесь то же самое. Так что будем смотреть, друзья мои. С вами был Дмитрий Балковский goldenfront.ru Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо, до свидания. субтитры сделал DimaTorzok